Здравствуйте, уважаемые господа охотники! С вами на связи Серега Резников, квалифицированный охотник по птице. Я охочусь в последние годы в основном преимущественно по вальшнепу. Я охотник вальшнепятник. Сегодня 30 апреля, пятница 2021 год. Время 22 часа 17 минут. И вот я буквально минут 20 назад пришел домой. С охоты очень попал под сильный, затяжной, такой вот как из ведра дождь. Когда пошел вечером где-то в 18 часов 20 минут на охоту, погода была в принципе теплая, ветра как такового не было, но шел дождь. Но дождь такой был не сильный. Когда я уже пришел на место, где я охочусь, в принципе погода разгулялась. Птички пели, и в принципе дождик такой моросил. И ветер такой иногда был, ну такой слабенький, такой тепленький. И обычно вальшнеп тянет там полдевятого, в девять, бывает даже в десять. А сегодня из-за того, что погода такая, он любит когда дождик идет, такой грибной, теплый. Потому что эти слизни, улитки выползают, и вот они это лучше тянут. И это, он начал сегодня тянуть где-то, я даже удивился, в 20.00 вечера. Ну может быть чуть раньше, может чуть позже, я точно не знаю. И охотников сегодня мало было. И вот я как бы сегодня добыл два вальшнепа. Первого вальшнепа я добыл в определенное время, потом через некоторое время второго добыл. И я взял еще очень удачно, я стрелял Биор, бесконтейнерные патроны, дробью номер 7, калибр 12 на 70. Магнумами я не стреляю, стреляю этими вот бесконтейнерными, чтобы больше была осыпь. Кучность мне не нужна. Кучность нужна это кто охотится по гусям, когда очень высоко, по глухарю, по уткам. А по вальшнепу нужно мне, ну лично мне нужно, не знаю, вы может быть там за километр стреляете. А я стреляю на коротке, ну 10, 15, 20, 25 метров это максимум. И вот это первый вальшнепа, он в небе еще был готов. То есть упал и уже не надо было его добивать, подранка не было. Отлично, много дробин попало, целый сноб в него. И это я когда подошел и сразу его нашел, потому что я видел четко, траекторию запомнил выстрела, куда он упал. И вот сразу я его подобрал. И второго также удачно. А ведь еще чуть-чуть, а там эти леса высокие, кусты, я бы не нашел бы без собаки. И с фонарем тем более, да и бывает и собака не найдет. А я так рассчитал, удачные выстрелы, взял нужное мне упреждение. Удачная насадка у меня, в полуавтомате стоит цилиндр. То есть все сегодня удачно, двойная удача. Двух самцов я сегодня взял за один вечер. Вот, на тяге больше нельзя. Максимум две штуки за один выход. Вот в день, один-две штуки. И вот я два самца сегодня взял. Ой, я весь мокрый. Ребят, вот мое ружье. Полуавтомат МР-153. Хорошая очень помощница. Ружье рабочее. Вот, оно мне всегда помогает. Очень такое добычливое ружье. Я его очень люблю. Хорошее очень. Хоть тяжелое, но это все-таки полуавтомат. Зато отдача не такая сильная. Потому что за счет этой тяжести отдача уже не такая сильная. Ружье разряжено. Видите, уже стоит на затворной задержке. Патроны отсутствуют в стволе и в патроннике. Вот, поэтому сейчас я вам покажу вальшнопов. Вообще просто обалденная сегодня охота. Когда я уже возвращался, главное, все собрал удачно. Вот, рюкзак там, ружье разобрал, положил в этот, в чехол. Главное, в поле вышел. Иду такой нормально все. Потом выхожу на грунтовую дорогу. Всю дорогу размыло. Нафиг, такой ливень начался. И вообще я весь мокрый. Хорошо, вот у меня куртка такая водонепроницаемая. Но все равно я это. Ноги промочил. Штаны, трусы надо. Сейчас хорошо печку я вот протопил. Сейчас буду это сушить. Но сначала я буду птиц чистить. Работы очень много. Очень много работы. Надо потрошить, чистить. А уже в ближайшее время, завтра, наверное, я буду готовить их. Отваливать весь какой-то крупный вальшноп самец. А этот немножко поменьше. Но тем не менее, удачно не мучились вообще. Прямо еще в небе уже были готовы оба. И это дроби много в них попало. Отлично. Вот, две штуки я сегодня взял. Поэтому поздравьте меня с полем. Вот, поэтому всем желаю ни пуха, ни пера. Уважаемые охотники, просто любители наблюдать за жизнью охотников. Вот, два самца я сегодня добыл. Вот из этого полуавтомата. МР-153. Длина стволов 750. Но я компенсирую эту длину. Оставляю этими дисперсантами бесконтейнерными. И из цилиндра насадка у меня. Чок-паучок я использую в основном только когда по уткам, по густям. Вот, все, в принципе, вот вы видели, да? Два самца я взял. Все, сейчас я буду их это разделывать. И замораживать. Все, до свидания. А то я уже тут это кровью накапываю. Вот так вот. 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 Вот так вот.